МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу «Время новостей», о произошедшем в Украине вы узнаете прямо сейчас в студии Евгения Таганович. Начну с главной новости этого часа. Экс-глава фонда госимущества Валентина Семенюк-Самсоненко найдена мертвой в своем доме в селе Чайки. Об этом сообщил руководитель пресс-службы главного управления МВД Киевской области Николай Жукович. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Выстрел был осуществлен из ружья в голову, отметили в милиции. Правоохранители рассматривают версию самоубийства. Другие подробности происшествия пока неизвестны. Валентина Семенюк-Самсоненко в 2005-2008 годах возглавляла фонд государственного имущества Украины. Была народным депутатом Украины четырех созывов. Ситуация в Новоазовске Донецкой области остается сложной. Несмотря на то, что город полностью контролирует украинская армия, его обстреливают как со стороны России, так и с территорий подконтрольных террористам. В СНБО утверждают, активные бои идут также в Иловайске. За сутки в зоне проведения АТО 13 погибших и 36 раненых среди украинских бойцов. Тем не менее, постепенно они зачищают населенный пункт от террористов. Украинская армия удерживает позиции и ведет прицельный артобстрел боевиков. Больше расскажут наши журналисты. В зоне АТО не стихают сложные позиционные бои. За сутки украинские военные 34 раза вступали в огневой контакт с террористами и российскими наемниками. Вследствие артиллерийских обстрелов уничтожена часть военной техники противника. Наиболее тяжелой оказалась ситуация вблизи Иловайска. Ребята говорят, что действительно есть контратаки, но есть и боеприпасы, и подмога, и артиллерия. А также дополнительные силы, которые помогают оттеснить контрнаступление боевиков. И уже начинается операция по окончательному освобождению города. Террористы и россияне пытаются отбить территорию, освобожденную украинскими силовиками, а также захватить новые. В населенный пункт Амросиевка зашло 5 БТРов и 1 КАМАЗ с боевиками. На выезде из населенного пункта Победа развернут штаб батальонной тактической группы вооруженных сил России. В севернее Новоазовска Донецкой области террористы оккупировали несколько населенных пунктов и поселок Старобещево. Между тем, несмотря на атаки боевиков, силы АТО удерживают под контролем город Новоазовск и трассу на Бариуполь. В ней возводят усиленные блокпосты. Ситуация в Новоазовске остается напряженной. Люди захватали, но вот попало вот, и вот направление дорожку. Вот она, вскопана земля, осколкана. Я с пулью бегала. Мне пришлось назад тоже идти через боевые действия, чтобы забрать ее. Но ничего, бог миловал. Я дошел, я здесь. Сейчас забираю и уезжаю. Я думаю, что все в дальнейшем будет хорошо. Надеемся. С этой войной. Ну ничего, все будет хорошо. Россия продолжает накапливать военную технику в близ границы. За сутки военные Российской Федерации не раз обстрелили украинскую территорию. Возобновились обстрелы со стороны Российской Федерации. В частности, удар был нанесен по позициям украинских пехотинцев неподалеку населенного пункта Макарова. Кроме этого, позиции блокпосты сил АТО были обстреляны вблизи населенных пунктов Новосветловка, Вергонский проезд. Тем временем, четырех украинцев освободили из плена террористов так званый ДНР. Их обменяли на одного боевика. Передача состоялась при участии наблюдателей ЭБСЕ. Двое из тех, кого удалось вызволить из подвалов наемников, это волонтеры Сергей Гагов и Эдуард Кулинич. Волонтеры обещают уже скоро рассказать об обстоятельствах захвата и условиях содержания заложников. Игорь Грушко, Пятый канал. Переговоры в Минске – это позитивный сигнал для начала мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Сообщил Петр Порошенко, канцлеру Германии Ангелы Меркель в телефонном разговоре. Глава государства отметил, удалось найти общие подходы к проблеме контроля границы и сделать конкретные шаги в вопросе освобождения заложников. Кроме того, все стороны согласились с логикой президентского мирного плана. Он станет базовым для трехсторонней рабочей группы с представителями Донбасса. Также Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили дальнейший международный формат переговоров, в частности, возможность их продления в нормандском или женевском формате. Обсудила мирный процесс Ангела Меркель и с Владимиром Путиным, как сообщает пресс-служба канцлера Германии. В телефонном разговоре она потребовала от российского президента объяснений касательно присутствия российских войск в Украине и возложила именно на Россию ключевую роль в деэскалации конфликта. Нет никаких сомнений в том, что на востоке Украины воюет регулярная российская армия. Таково заявление премьера Польши Дональда Туска. Информацию о вторжении предоставлено НАТО и подтверждается данным посольской разведки. Дональд Туск заявил, Польша не планирует совершать односторонние шаги для помощи Украине. Скажем, вводить эмбарго на запрет или запрет на российский уголь. Лучшим ответом на российскую агрессию считает общую политику западных государств. Туск заявил, будет пытаться влиять на политику НАТО и ЕС. Также польский премьер предложил парламенту увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП. Сейчас они составляют 1,95. Это самый высокий уровень в Европе. Никто не принимает всерьез информацию о сепаратистах в Украине. Мы располагаем данными, подтвержденными в последние часы, что там действуют части регулярной российской армии. Эта информация однозначно. Она предоставлена НАТО и подтверждена разведкой. Швейцария ужесточила санкции против России. Список пополнился 11 фамилиями и названиями 5 российских банков. Новость обнародовали на сайте федерального правительства Швейцарии. С физическими и юридическими лицами, попавшими в список, запрещается вести бизнес и иметь любые финансовые отношения. Также Федеральный совет Швейцарии запрещает импорт военной продукции из России и экспорт оборудования для газовой и нефтяной промышленности. Кроме того, отныне швейцарским бизнесменам нельзя вкладывать средства на территории Крыма и Севастополя. В Донецкой и Луганской областях повреждены 174 учебных заведения. Такие данные приводят в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. В частности, 45 детсадов, 100 школ, 5 внешкольных заведений, несколько ПТУ и вузов. В освобожденных населенных пунктах школы активно готовят к началу учебного года. Поэтому есть все шансы начать уроки вовремя. Российского контрактника-дезертира задержали в Луганской области сотрудники СБУ. 19-летний юноша признался вместе с другом, бежал из части в Ростовской области, чтобы присоединиться к боевикам. Верил, что тем платят ежемесячно по 150 тысяч рублей. Рассказал, шли наугад более двух суток. Скрывались от людей, пока не попали в руки боевиков неподалеку Новосветловки. Там дезертира взяли под стражу. Боевики дождались трех офицеров российской армии, и те решили взять беглецов на службу. Юноша утверждает, ни в одном теракте он участия принять не успел. Почти сразу попал в руки украинских военных. Кроме этого, дезертир рассказал, часть, из которой он бежал, стояла у границы с Украиной и регулярно передавала боевикам военную технику. С нее сбивали номера и другие опознавательные знаки и ночью перевозили через границу. Я гражданин Российской Федерации Хохлор Петр Сергеевич. Родился в 1995 году, 8 февраля. Нам рассказывали то, что передавали машину машине чеченцам. А эти машины должны были передаваться ополченцам. Нас завели в штаб и посадили за решетку. Ладно, ждите, завтра ваши командиры приедут. В следующий день приехали три русских офицера. Но не приставились нам. Также СБУ начало досудебное следствие по 10 российским десантникам, которых с оружием 25 августа задержали в Донецкой области. Уголовное производство внесено в единый реестр по факту участия в террористической организации, содействия террористам и незаконного обращения с оружием. Виновным может грозить до 15 лет лишения свободы. Сейчас СБУ рассматривает возможность возбуждения еще одного уголовного производства. Ведь налицо признаки незаконной переправки людей через границу. Российских военных задержали на 30 суток. С ними работают следователи. Подозрения пока никому не предъявили. Со вчерашнего дня 9 десантников находятся в одном из столичных СИЗО. Еще один раненый в больнице. Их содержат в соответствии с международными соглашениями, заверили в СБУ. Россияне утверждают, думали, что находятся на учениях. Его ситуации на востоке Украины не подозревали. О реальном положении вещей узнали уже в Украине. Нами было зарегистрировано уголовное производство по статье 258 пункт 3 из квалификации покушения на оказание помощи террористическим организациям, действующим на востоке Украины. Кроме того, еще было зарегистрировано уголовное производство по статье 263 «Незаконное обращение с оружием», поскольку все военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации были вооружены. Идет война, воюют. Мы вот сами, такие простые солдаты, мы не хотим воевать. Воевают высшее командование. Воюют управление, видимо, какое-то. Нам, до нас это ничего не доводит. Вот как нас туда завели, мы заблудились, не заблудились. Мы туда нас завели, мы не знали просто дороги, куда мы едем. Добровольцев из Черновицкой воинской части отправили в зону АТО. Девять мобилизированных солдат изъявили желание поехать на восток, чтобы там помогать украинским военным. Перед тем, как отправиться в горячие точки, добровольцы 10 дней тренировались на базе Десна. Готовили их по специальностям стрелок, пулеметчик и гранатометчик. На востоке бойцы заменят тех, кто уже длительное время находится в зоне боевых действий. Черновицких добровольцев обеспечили обмундированием и необходимым вооружением. В Днепропетровской клинике имени Мечникова добровольцы взялись. Прежде всего, это люди с медицинским образованием или будущие врачи. Правда, пока добровольцев лишь 10, но не потому, что желающих мало. Просто каждого претендента отбирают после тщательного собеседования. Уже более месяца Мария Мерцел приходит в 8 утра в отделение реанимации, где лечат тяжело раненых. Девушка закончила первый курс медицинской академии. Однако решила этим летом не отдыхать, а помогать бойцам, которые привозят в Днепропетровск из зоны АТО. Решила, что в такое трудное для нашей страны время не стоит делать каких-то отдыхов, перерывов. Нужно помогать и жить со своей страной. Я же не могу пойти куда-то на войну, а здесь будет какая-то польза. Анатолий Степатов поступил в медакадемию недавно. Однако его родители-врачи попросили коллег принять сына волонтером в отделение политтравмы. Будущий эскулап выполняет работу санитара. Транспортирует больных, кормит и переодевает. Увидел, как это все лечится, как это заживает, и как люди потом уходят с улыбкой на лице. Когда приезжают без сознания, уходят с улыбкой. Волонтеров медиков в больнице имени Мечникова сейчас 10. Бойцы, получившие ранения в зоне АТО, с такой помощью очень растроганы. Мы сможем лекарства, естественно, умыть, привести нас в порядок. Это только они. Тем более, те лежачи, допустим, такие, как я, они бы с их помощью не обходят. Стоял бы на ногах, бы еще поклонился бы. Госпиталь нуждается в волонтерах с медицинским образованием для работы, в том числе с тяжелыми пациентами, признаются врачи. Однако, чтобы стать добровольным помощником в больнице, кандидат должен пройти собеседование и строгий отбор. Можем использовать помощь волонтеров, которые владеют навыками массажа, владеют навыками проведения лечебной физкультуры и владеют навыками медицинских манипуляций. То есть мы принимаем эту помощь, и она весомый вклад вносит в лечение пострадавших. Сейчас в Днепропетровской больнице имени Мещникова около полутора сотен раненых, которых доставили из зоны боевых действий. После выздоровления большинство из них вновь отправится к своим боевым товарищам. Мария Вяткина, Андрей Ковбаса, Днепропетровск, Пятый канал. В Одессу вернулись волонтеры, которые несколько дней назад попали под минометный обстрел террористов под Иловайском. Все 12 активистов из Красного Креста организации «Армия Хелп» остались невредимыми. Но погиб один из заместителей командира 28-й отдельной механизированной бригады. Известно, что погибший родом из Одессы. Его имя активисты пока не разглашают. Еще несколько военных ранены. Напомню, волонтеры доставляли гуманитарный груз для бойцов 28-й одесской бригады. На обратном пути колонна попала под прицельный обстрел террористов. Украинские военные вывели волонтеров из-под огня. Активисты предполагают, что мишенью террористов могли быть именно они. Когда ты заезжаешь в зону АТО, с машины снимаются все наклейки организации. И упаси, господи, у тебя будет Красный Крест. То есть Красный Крест в АТО – это прицел. У сепараторов на перехвате была информация, что идет такая-то колонна, с четким описанием колонны, как желаемая цель для атаки. Наши машины являются целью номер один. Волонтеры являются теми людьми, за которых выставляются награды. То есть нас оценивают в деньги. На этом мы с вами прощаемся. Мира всем нам и спокойствия. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова